Власти Твери отчитались о завершении сезонного ремонта дворов. По данным городадминистрации, основной объем работ выполнен на 20 объектах. Между тем, жители одной из девяти этажек уже который год безуспешно ждут, чтобы территория вокруг их дома наконец-то была приведена в порядок. Тем более, что фактически это самый центр города. Александр Владимирович живет в этом доме на проспекте Чайковского с момента постройки, то есть с 80-го года. За все это время более отвратительного состояния двора он не припомнит. От асфальта давно остались рожки да ножки. И это при том, что обитатели девятиэтажки в массе своей аккуратно вносят деньги за квартплату. Мы же платим не только за квартиры и дома, а за прилегающие дорожки. Что управляющая компания вам говорит? Она говорит да и делает то, что видите. Видеть, а точнее глядеть в оба, особенно приходится водителям. Из-за многочисленных колдобин машины здесь передвигаются как по минному полю, с максимальной осторожностью. Особенно, если у человека хороший автомобиль. Хуже, наверное, в городе нет такого. Возмущены все. А вы что думаете, как владельцу хорошую машину, когда вам приходится вот так вот? Вот так вот мучаемся. А что делать? Самое главное, что еще пару лет назад муниципальные власти торжественно объявили жителям, что их многострадальный дом наконец-то вошел в федеральную программу по ремонту дворовых территорий. Рассказывает нам Николай Иванович Лапшин, который также уже не одно десятилетие живет в этой девятиэтажке. И наш двор вот именно должны были вот сделать, отремонтировать капитально наш двор. В этом году он был запланирован как раз, чтобы его капитально отремонтировали. Именно дорогу. В следующем году этот дом в начале проспекта Чайковского отметит свой 40-летний юбилей. Его жильцы надеются, что может быть хотя бы по случаю круглой даты у чиновников и управляющей компании проснется совесть и они совместно придут в порядок двор многоэтажки, который находится в самом центре областной столицы.